Музей МЧС 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 спотыкаешься об траву. Теперь спотыкаться не будут. Манеж в 3100 квадратов позволяет тренироваться летом и зимой. Искусственное покрытие соответствует ГОСТу. Есть раздевалки, кабинет врача, санузел и даже теннисный стол. А материал, из которого сделан купол, на Западе применяют больше 20 лет. Его заказали из Санкт-Петербурга. Это воздухоупорное сооружение. Поддерживается за счет давления. Контролируется все автоматически. Температуру, вентиляция. Температура поддерживается за счет тепловых пушек. Вне зависимости, какая температура на улице, здесь будет поддерживаться одна температура. Комфортная для футбола. Примерно 15 градусов. Поддерживается температура, как в термосе. За счет трехслойности материала. Сооружали и оборудовали манеж полгода. Местные предприниматели потратили на это 35 миллионов рублей из своего кармана. И останавливаться ненамеренным. Хотят построить около сооружения душевые и общежития для приезжих. То, что уже сделано, оценили футболисты Хабаровска. Хорошее поле, прекрасное. Где зимой поиграешь на таком поле? У нас маленькие площадки. Футбол, ну не тот. Поэтому прекрасное поле. Я очень рад, что так вот есть возможность детям заниматься в таких условиях. Думаю, будут футболисты. Футболисты в Манеже проводят по 2-3 тренировки ежевечерние. За аренду поля платят, но считают, это стоит того. Торжественно новое спортивное поле откроют завтра в 11 утра. Анжелика Павлова, Сергей Захарушкин. Программа «Город». Продолжаем. Амурская область заняла 10-е место в дельфийском рейтинге. Он составляется ежегодно по итогам молодежных дельфийских игр и отражает уровень развития культуры в регионах. Столь высокую оценку творческие коллективы при Амуре заслужили впервые. Напомню, на дельфийских играх, которые прошли в апреле 2018 года во Владивостоке, Амурскую область представляли 69 человек. Они привезли 4 медали 2 золотых и 2 серебряных. Наград высшей пробы удостоились Благовещенский цирк «Ап» и флейтист из «Прогресса». Сейчас творческие коллективы городов и районов готовятся к 18-му по счету всероссийскому смотру. Он состоится через 3 месяца в Ростове. Пять солисток образцового хора «Детство» в очередной раз выступили в Кремле. В конце декабря там прошел традиционный концерт сводом охора страны. В его составе 500 юных вокалистов из разных регионов. В их числе одна из наших солисток это Елизавета Долженкова. Она уже 5 лет является солисткой вот этого сводного всероссийского хора. Но в этом году ей не удалось просолировать, потому что произведения, которые были предложены для исполнения детским хором, они не совсем подходят для ее тембра голоса. В рамках своего пятого выступления в составе хора «Страны» солистки детства исполнили 14 произведений. Классические, Прокофьева, Гленки и Безе, а также советских композиторов. Например, Александры Пахмутовой. Она, к слову, лично присутствовала на концерте вместе с президентом Владимиром Путином и руководителями регионов, в числе которых был и губернатор Преамурья Василий Орлов. Сегодня праздник самых вежливых людей. 11 января по всему миру отмечают День Спасибо. Его нас учат говорить с самого детства. А за что вас особо сердечно благодарили? Об этом мы спросили прохожих. За сына спасибо, говорили в первую очередь. У меня сыночку 30 лет. Конечно, это спасибо. Муж сказал мне спасибо за сына. Сын теперь спасибо, говорит мама за воспитание. Спасибо. Нашел недавно сотовый телефон и тут же хозяйке отдал его. Она бегала там, со слезами его искала. Вот она мне тоже спасибо говорила. Я маленькая шла как-то. И бабушку встретила. Она говорит, сходи в магазин, купи мне, пожалуйста, кефира и булочку. Я и сходила, купила. Вот она меня благодарила. Женился несколько раз. Все жены говорили спасибо. Работа была такая, всю дорогу спасала кого-то. И в основном, конечно, людей. Когда человеку делаешь хорошо, который приходит за слезами, а потом уходит, улыбается, то, конечно, всегда говорит спасибо. Вот я говорила, например, мне как-то я не помню. А своей дочке говорю и зятю большое спасибо, что в 60 лет у меня появился внук. Воспитанники детского дома Паярково совсем скоро смогут поблагодарить неравнодушных гаража, если, конечно, они подключатся к организации чаепития и фотосессии. Второй год подряд провести их хочет благовещенка Екатерина Баликоева. Она собирается и накрыть в учреждении сладкий стол. И домашняя выпечка, и с магазина, там, без разницы. То есть наша задача накрыть хороший стол, чтобы дети смогли попить чай. Мы общаемся в этот момент. Мы привозили в том году настольные игры. Все, что угодно. Вот если вы хотите тортик купить, это будет тортик лично от вас. Нанести личный визит в Паярково с волонтерами тоже можно. Они устроят для ребят фотосессию, а после сделают фотокниги на память. На их создание одна из жительниц областного центра пожертвовала 50 тысяч рублей. Желающим поучаствовать в акции стоит звонить на указанный нами телефон. В музее МЧС испить чаю не получится, а вот увидеть граненые стаканы или патефон минувшего века вполне. Два года сотрудники выставочного центра собирали экспонаты ради амбициозной цели. Представить на суд посетителей жилье, в котором от суровых трудовых будней мог отдыхать рядовой спасатель. Нюансы быта раскроет Кристина Слепцова. Ну мне-то какой резон с тобой откровенничать. Резон прямой. Чистосердечная помощь следствию смягчает ответственность. Петра Ручичника киношные следователи допрашивали на самодельном диване. Вещь в середине прошлого века популярная. Пожарные на таких отдыхали после суточной смены. Предмет мебели сотрудники музея МЧС нашли на даче. Перетянули кожзам, отремонтировали ручки. Ручка. Раньше стоила такая одна копейка. Но не такая, конечно, а деревянная ученическая ручка. Ученическими ручками писали письма и делали пометки, непременно сидя за круглым столом с самоваром. Больше 50 предметов быта на сайтах объявлений у знакомых работники МЧС собирали больше двух лет. Даже отыскали тетрадь в косую линейку. В Москве заказали радиоприемник, патифон и саквояж. Вот такой саквояж красного или коричневого цвета в середине прошлого века был практически у каждого. Семьи пожарных хранили в них документы, облигации и даже деньги. Неспроста. Побывав в экстренных ситуациях, спасатели знали, очень важно при необходимости вынести из квартиры все самое ценное. Для ценных предметов отвели небольшой угол выставочного зала. К концу марта вещи перевезут в помещение побольше. За швейную машинку 1893 года усадят манекен супруги пожарного на деревянную лошадку, куклу ребенка. И пусть двухкомнатная квартира будет мало отличаться от тех, что принадлежали всем прочим семьям, но именно в таких и жили спасатели. Может быть грамота будет висеть, подписано, что пожарному такому-то, такому-то, такому-то. То есть пожарные – те же самые люди были, только единственное, что они занимались тушением пожаров. Еще осталось много людей, которые помнят то время. Они сейчас в возрасте, безусловно, но тем не менее, они все это видели. И когда они приходят, они как бы окунаются в молодость. Окунуться в атмосферу 50-60-х годов прошлого века можно уже сейчас. Бесплатные экскурсии в музее МЧС проводят по будням с 8 утра до 5 вечера. Записаться можно по номеру, что на экране. Кристина Слепцова, Денис Слугов, программа «Город». Первый послепраздничный уикенд в Благовещенске будет напряженным для спортсменов и заставит поволноваться их тренеров и болельщиков. В городе одновременно стартует соревнование сразу по шести направлениям. Где, когда и во сколько – расскажет наш анонс. Чемпионат и первенство области по вольной борьбе стартуют на юности в 10 часов утра субботы. Идти будут два дня. В 11 ровно на Чагиринском водохранилище взревут моторы. Начнется первый этап униципального турнира по ледовым автогонкам. В полдень горожан приглашают посмотреть мастерство ушуистов. Соревнования по дисциплине «Сань да» продолжатся и в воскресенье. В 6 вечера театр драмы покажет постановку «Счастливые люди». А в 20.00 хоккеисты на «Спартаке» откроют сражение за кубок города. Те, кто не попал на Чагиринское водохранилище в субботу, смогут наверстать упущенное воскресенье. В 11 там начнутся любительские авторалли. В 12.00 театр драмы приглашает на пьесу «Искушение». А областная филармония в 15.00 на елку для взрослых. В 6 вечера на стадионе «Амур» соберутся шахматисты. Там откроется личное первенство второй лиги. Эта информация заканчивает наш выпуск. Я с вами прощаюсь и напоминаю. Новости информационного агентства «Город» всегда доступны на нашем сайте tvgorod.rf. Позвонить в редакцию получится по номеру 524202. Всего вам доброго, хороших выходных и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова